О Великой Победе и утратах войны говорили сегодня по всей стране. Гордимся и помним, масштабная всероссийская акция, приуроченная к 70-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, прошла во всех регионах России. В режиме видеоконференции школа номер один должна была стать частью единого урока победы вместе с Москвой, Санкт-Петербургом, Волгоградом, Севастополем, Курском и другими субъектами страны. Но технические неполадки, которые коснулись не только Наринмара, не позволили влиться в онлайн-урок. Впрочем, технические неполадки не испортили встречу, на которой собрались школьники и кадетцы с разных школ. Ведь главным гостем стал Василий Петрович Самойлов. Ветеран Великой Отечественной с первой минуты захватил внимание ребят рассказами о далёких годах войны, о том, как воевал, был ранен и о том, как через 20 лет после победы произошла долгожданная встреча с однополчанами. Там он встретил медсестру, которая оказала ему первую помощь, когда его сильно ранило вражеским снарядом. Ветерану войны ребята из хора первой школы подарили песню. Популярную советскую композицию Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова «О дне победы», а Василий Петрович им с удовольствием подпевал. После встречи мы узнали, как подрастающая молодёжь относится к таким мероприятиям. Они не дают забыть о такой войне, Второй мировой Отечественной войне. Сейчас 2015 год, великая дата, 70 лет со дня победы. И чтобы развивать патриотизм у детей и вызывать интерес, нужно проводить встречи с ветеранами и просто вообще какие-то вот такие массовые мероприятия. Если встречаться именно лицом к лицу с ветеранами и слушать их истории, ты можешь почувствовать их эмоции, их переживания. Ну вот напрямую, а не просто читая и что-то там, только догадываться о том, что они действительно могут чувствовать. Что чувствует Василий Петрович в преддверии великой даты, 70-летия победы, нам рассказал сам ветеран. Мне кажется, самое чувство, лучшее чувство, это когда счастье в человеке. И что такое 9 мая? Это ж радость с глазами на глазах. Так пусть она остается. И вот то, что ребята, встречающиеся с ребятами, и ребята чувствуют это единение между ветеранами и молодежью. Это уже очень хорошо. Пусть их немного, но они перескажут другому, третьему. И в конце концов, вот это уважение к бывшим воинникам проникнет в каждому. И каждый из них будет рад, что он живет в стране без войны.